Вот у нас сегодня в гостях человек, который как случайно, в общем, я знаю, и самая удивительная черта в нем, как мне кажется, то, что он настолько контактный, настолько будто бы к тебе благорасположен, что у тебя даже нет тени сомнения, что он какой-то другой, а ведь он мульти-мульти-миллионер. А что, лучший мульти-мульти-миллионер должен быть обязательно таким скруджем надутым? Мне кажется, это предубеждение, созданное «Желтой прессой» или каким-то романом «Метеордо Дрейзера». Ну, не знаю, я человек 5-7 знаю, и они все-таки не настолько контактные ребята. Вот что мне интересно в его истории, в его биографии, в которой он сам о себе рассказывает, то, что это человек, у которого всегда все было хорошо, если верить официальной версии, он просто шел вот «Удача к удаче». Стоп, хочется познакомиться. Пойдем. Всем привет! Меня зовут Андрей Романенко, я последние 20 лет предприниматель. А последние 10 лет я не только предприниматель, но еще и инвестор, который инвестирует в много российских интернет-компаний, такие как мы были первые инвесторы в Delivery Club, первые инвесторы в компании Pixonic, которых купила компания Mail.ru. А последние 5 лет совместно со Сбербанком я являюсь фаундером и генеральным директором компании EvoTor. Это экосистема для малого и среднего бизнеса предпринимателей, которые торгуют не только в офлайне, но и в онлайне. Мы создали суперновую современную онлайн-кассу на планшете с Android, и за последние 5 лет нам удалось достичь, что каждый четвертый предприниматель в стране, то есть вы, использует нашу онлайн-кассу. Но у нас бы ничего не получилось, если бы мы не создали открытую экосистему, так же, как это сделал на заре своей молодости Apple и Google. Когда эти компании занимаются разработкой железа, как Apple, потому что Google много телефонов можно любых покупать, с точки зрения экосистемы они делают основное. Это телефон, фонарик, календарь и какие-то почты, базовые вещи, а все остальное делают разработчики. Нам удалось создать историю в том, что есть большое количество разработчиков в нашей стране, которые для ваших конкретных бизнесов в вашем конкретном сегменте могут делать суперски удобные приложения для того, чтобы больше зарабатывать и больше получать клиентов. Поэтому у нас есть более 500 приложений для всех практически типов бизнеса в этой стране, которых уже больше 100 тысяч, начиная от продуктового магазина, заканчивая палаткой мороженого или палаткой цветы или шиномонтажом. И мы очень рады и хотим сказать спасибо всем вам, нашим клиентам, за доверие, что вы поверили в наш продукт, с нами работаете. Немножко о себе. Я женат, многодетный отец. У меня любящая жена. Нас трое детей, две дочки и сын. И я хочу, чтобы точно кто-то, один из них или одна из них, точно в будущем стали таким же предпринимателем, как их папы. Смотрите дальше эфир, будет очень много интересного. Спасибо. Друзья, добрый день. Приветствую вас на канале 1S Bittrex для бизнеса. С вами Денис Самсонов, Павел Кушклев и наш сегодняшний гость Андрей Романенко, который попросил называть его просто предпринимателем. Андрей, добрый день. Добрый день. Всем привет, ребят. Андрей, ну это звучит, конечно, прекрасно. Просто предприниматели, но предприниматели, они что-то предпринимают. Что предпринимаете вы? Можно хотя бы широкими мазками перечислить те бизнесы, юрлица, фонды, к которым вы имеете в той или иной степени отношения? Ой. Я знал, что это сложно. Да. Непростой вопрос, потому что перечислить потребуется много времени. Я думаю, что надо начать с основного. Сегодня я, в первую очередь, конечно, предприниматель. И я последние 23 года своей жизни только этим и занимаюсь. Что-нибудь из чего-нибудь невозможного, создаю что-нибудь возможное. Есть такая фраза. Мы можем все, но все сделать не можем. Во-первых, я на сегодня последние 5 лет занимаюсь большим проектом от компании Vator. Мы 5 лет назад учредили вместе со Сбербанком. Это история про онлайн-кассы в нашей стране. И 5 лет назад мне казалось это невозможно. Все говорили мне, что ты безумец. Как можно сделать кассу с планшетом еще и на андроиде? И вот кассиры будут туда нажимать. Когда всю жизнь, если вы помните, были такие автономные кассы, такие калькуляторы в целлофане на рынках стояли. И были большие постсистемы с компьютерами, с фискальными регистраторами. Но нам удалось достаточно много сделать за 5 лет. И на сегодня уже больше 700 тысяч кассы работают по всей стране. Второе. Я на сегодня являюсь инвестором в 4 фондах, которые инвестируют на разных стадиях в разные стартапы. Первый фонд это Run Capital, который проинвестировал в 11 проектов за последние 5 лет. Самый известный проект в России, потому что в основном все проекты на Западе. В России это компания группа IB по Cyber Security. Ну и есть там еще большие проекты на Западе тоже в этом сегменте. И 3 фонда линейки Adventure, 3, 4, 5, такие известные проекты, которые были проданы на российском рынке. Как Delivery Club мы были первые инвесторы, продали Mail.ru. Как PicSonic тоже были первые инвесторы, продали Mail.ru. Ну и еще два десятка компаний, в которые сейчас активно инвестируем. Вы назвали среди своих проектов Group IB. Это по-прежнему ваш актив? Вы каким-то образом в нем участвуете? Я участвую исключительно, что я акционер. В сайте директоров присутствуют мои представители. Ну и естественно, работаю в свободное от работы время с командой, заряжая их на новые идеи, продукты и помогаю связями, контактами. Основная деятельность сейчас, последние 5 лет, это развитие и строительство экосистемы компании EvoTor. У нас проект о первоначальном накоплении капитала. В первую очередь мы говорим с людьми, которые еще, может быть, не заработали свой первый миллион, но хотят это сделать. Вы говорили о том, что ваше специальное в том, чтобы сделать невозможное возможным. Сколько вы уже заработали за время превращения невозможного в возможное? Слушай, ну считать чужие деньги плохо. Свои надо, конечно, считать, но самое главное, что мне точно хватает на первую очередь обеспечение потребностей моей семьи и, самое главное, детей и обучения. И второе, что я спокойно совершенно могу инвестировать в большое количество проектов с возможностью получения прибыли не завтра, а через 5, 7, 10 лет. Потому что редко когда бывает, что у тебя сегодня ты вкладываешь рубль, через год-два ты получаешь 10 или 20. Это только за редким исключением такие единороги в мире получаются. Меня подупреждали, что вы уходите всегда от этого вопроса. Я знал, что вы и сейчас уйдёте. Но завершая эту установочную часть, может быть, зайти с этой стороны. Когда вы оцениваете собственное состояние, с точностью до каких цифр вы округляете? С нулями или с единицами? Ну, просто какой разряд уберу? До десятков миллионов. Ну, там, до десятков миллионов, до сотен, до миллионов долларов. Или вы всё-таки знаете с точностью до копеек? Какая разница? То есть, плюс-минус два порядка, это, в общем, для вас не является в оценке состояние. А есть же какая-то замерка. Есть же какая-то замерка. Ты разговариваешь с человеком, которого лично не знаешь? Слушайте, зачем что-то мерить и считать, когда гораздо интереснее смотреть на то, что человек сделал и реализовал. И как дальше после этого, если он вышел, к примеру, из этих проектов, смотреть, как развивается компания. У меня в страничке моей биографии есть колоссальнейшая история с созданием компании Киеви, которая сегодня торгуется на Насдаке. Компания считает, что ей 13 лет с 2008 года, вообще она образовалась в 2003, а исторически с 1998 года, то есть компания 22 года. И, в принципе, там в истоке лежат в 2003 год. И нам в 2013 году удалось за 10 лет от российского стартапа сделать публичную компанию. И тогда, в мае 2013 года, мы вывели ее с оценкой больше миллиарда долларов. А к началу февраля 2014 года компания стоила больше 3,6 миллиарда. Вот это вот интересно считать. Да, считать, у кого сколько денег, ну, смысла я в этом никакого не вижу. Ну, вообще целые журналы существуют на этом. Forbes, Fortune. В общем, неужели никогда, я уверен, что большая часть людей, ну, так скажем, в первых десяти контактах вашей телефонной книжки, они все в Forbes. Или почти все, нет? Ну, мне как-то... Флажочек такой. Мне, во-первых, никогда не было интересно туда попасть с точки зрения публичности. Ну, а смысл, зачем, как бы... Красивые фотографии. Деньги, деньги любят тишину. Красивых фотографий и так достаточно. Гораздо приятнее попадать в списки молодых предпринимателей до 30, до 25, 30, 33. Я вот этот вот путь прошел и считаю, что вот большую жирную точку в этом поставил, чем вот быть пенсионером и попадать в этот список. Знаешь, мы как-то сидели на лыжах катались, сидели у камина, попался журнал как раз Forbes, о котором ты говоришь. Топ 100 или топ 200, наверное, было. Про записную книжку. Ну, наверное, человек 40, я оттуда точно знаю и могу лично позвонить, и мне точно всегда ответят. А вот стоп-стоп-стоп, вот это мой самый любимый момент в сегодняшнем интервью. То есть человек, конечно, совершенно не про то, он не считает деньги критерием успешности, но как они с друзьями подробно изучают списки Forbes, они же их раскладывают и анализируют. Ну, это, конечно, замечательно. Причем я про этот Forbes видел в двух или в трех интервью. И я подумал, ну, не может такого быть. Я добьюсь от него, что для него это что-то означает. Потому что, да, какая разница. Да не может быть. В каждом бизнесе есть своя пузомерка. В каждом. Подвыпили. Ну, что же, неужели Forbes не померится? Ну, в общем, мы узнали, что Forbes для него ничего не значит, но они его внимательно изучают. Так, ну, то есть, это называется, а меня и так все знают. Мне там печататься не нужно. Слушай, мне, знаешь, у меня есть Facebook, Instagram. У меня его никто не ведет. Я сам, когда есть время, есть какое-то вдохновение, у меня в Facebook типа 1020 подписчиков, и в Instagram 1015, мне кажется. Ну, это такая вот уже профессиональная аудитория в основном. У меня нет никаких там фолловеров извне. Мне постоянно все предлагают, давайте нагоним вам аудиторию, предлагают услуги, давайте мы будем вам создавать странички, наберем вам миллионы. Ну, мне это не нужно как личности. Да, если это нужно для моего бизнеса, то, конечно, для бизнеса я буду всегда делать. Если надо будет стать инфогероем, ну, значит, будем создавать крутого персонажа и делать какой-нибудь интересный контент, как это было в пандемии сейчас, когда в середине марта нас всех отправили по домам. Мы начали как бы, ну, там, тяжелое было время, непростое. Я помню, я вернулся, катался на снегоходах в Хибинах и вернулся то ли 16, то ли 17 марта 2020 года, пришел в офис, и уже тогда, когда я вылетал из Хибин, из Апатит, в Мурманске, закрыли аэропорт на несколько часов, потому что кого-то поймали с ковидом. И я, в принципе, вот до этого дня, наверное, не задумывался об этом. И в самолете накачал много литературы, посмотрел, что на Западе, прилетел в Москву, утром пришел в понедельник на работу и понял, что все, баста карапузики, надо сушить весла. И собрал всех ребят и говорю, так, смотрите, к вечеру понедельника половину, чтобы в офисе никого не было, во вторник все остальные. Это было первое решение. Второе решение, я говорю, что эта история точно не на неделе и не на кварталы. Это как минимум продлится все год, потому что... Это уже тогда реально 16 марта Романенко сказал, что это будет год. Это будет точно до конца года. А вот сейчас это вам не изменяет память? Просто я смотрел, естественно, ваше интервью. Я подкреплю это решением. И у нас было принято решение, что мы отказываемся от нескольких офисов и сокращаем офисы. И мы отказались от 70% площадей к концу марта или к началу апреля. И оставили один хед-квот, от всего остального отказались, потому что понимали, что не будет никакого смысла в простой этих помещений. И я думаю, что мы не скоро вернемся к тому, что нам потребуются офисы. И мы открыли, тогда же сделали правильно, четвертое решение. Открыли решение, что мы вакансии все заполняем из регионов. И начинаем ребят набирать оттуда и работать, и готовы брать людей из четвертых-пятых факультетов, институтов. И прекрасно эта программа работает до сих пор. И мы даже открыли за это время и офисы в Тюмени, где людей подбираем, и прямые продажи, и колл-центр. И всех переживали, как мы первую, вторую, третью линию поддержки, которые сидят в колл-центрах, работают, отправим всех по домам. Да все работает прекрасно. И я тоже работаю из дома, и мне большого смысла приезжать в офис, никакого нету, потому что ты приедешь, но в офисе будет 5, 10, 20, 30 человек из 500, которых есть на сегодня в коллективе. И смысл, ты все равно будешь с 90% людьми из офиса сидеть по видео общаться. Работать удаленно. И прекрасный дом сделать. Андрей, просто в нескольких интервью вы рассказывали про свой барометр. Поскольку у вас 700 тысяч терминалов, вы, может быть, даже иногда актуальнее, чем Росстат, представляете состояние российской экономики. У Лизы Осетинской вы там зачитывали эти картинки. И тогда просто Романенко, это образца конца июня, да? Конец июня, по-моему, был. Он был гораздо более оптимистичен. Сейчас Романенко декабрьский вариант считает, что он еще в марте предсказал на год. А в июне он говорил, ну, сейчас все восстановится. И говорил о том, что бизнес-активность на конец июня составляла 65%. Можно попросить вас, ну, нам чуть-чуть показать ваш барометр? Он еще работает? Что у нас? Какая температура у страны? Мы уже умерли или, наоборот, выздоравливаем? Ну, во-первых, Лиз, привет. Очень рад, что ребята смотрели наше с тобой интервью. Сейчас, конечно, я барометр открою. Кратко о выводах. Я, кстати, первый, кто не побоялся после марта тогда в июне прийти на очное интервью. И мы вот так вот в зале вместе снимались. Потому что все же боялись, все его отказались. Никто не заболел? Нет, никто не заболел. Ну, слушай, я могу сказать так, что, ну, во-первых, по барометру. Закончилась 50-я неделя. Мы ведем барометр с 10-й недели. Это 2-8 марта. Это взяли за базис 100%. Если посмотреть сейчас на 50-ю неделю с точки зрения оборота по всей стране, по количеству, с точки зрения оборота, идем плюс 108% к той неделе, ну, 108%, там было 100%, здесь 108%. То есть, мы выросли на 8% с начала года. С точки зрения точек минус 10%. То есть, не страшно. Если взять недели к неделе, 49-й к 50-й, то рост на 4,8 базисных пунктов по точкам падения на 1,6, ну, потому что где-то пошли по городам небольшие локдауны. Это статистически достоверная история. Мы можем говорить о том, что количество игроков на рынке снизилось, но при этом оставшиеся стали настолько более эффективны, что это суммарно дает рост. Нет, ну, конечно, у тебя есть потребительский спрос, и когда у тебя спрос там на 2-х миллионах торговых точках или на 1,8 миллиона, то все равно он перераспределяется на другие точки. Ну, там, посмотри, к примеру, там, салоны связи, да, там, на каждой станции метро по 3-4, по 5 штук. Ну, будет работать 5, или будет работать 3, я свой спрос все равно всегда реализую, зайдя в 1 из 3. Да, поэтому это все перераспределится. С барометром мы работали очень активно. Я даже не ожидал, что в период пандемии мы вот две вещи сделали. Мы сделали барометр с точки зрения не только там каких-то общих цифр, но мы делали детальную статистику по сегментам бизнесов, по регионам, в количестве точек, в количестве оборота и в потребительскую корзину жизненно необходимую опускались. У нас стояло огромнейшее количество запросов от разных губернаторов со всей страны. Я был удивлен, как изменился подход в общении чиновников с бизнесом. Но я со многими губернаторами общался на прямой связи и помогали с отчетами, что у них происходит. И это делали, мне кажется, до июня или июля. После этого прекратили делать отчетность, потому что тратят достаточно большие ресурсы на то, чтобы эту бигдату все обрабатывать. Сейчас делаем верхнеуровневые только цифры, а все остальное, где можно было, переводим потихонечку на платную основу. Ну, потому что мы коммерческие компании должны зарабатывать. И в фундаменте нашего бизнеса Эватора и платформы ОФД лежала как раз история с бигдатой, потому что мы сейчас в день обрабатываем миллионов 45, наверное, чеков со всей страны, в которых больше 150 миллионов позиций, которые сегодня покупают. Но на это нужны ресурсы и мощности. И мы зарабатываем уже хорошие деньги на бигдате и хотим также быть поставщиком данных для государства. Люди из правительства, те, кто принимает экономические решения в масштабе страны, смотрят на ваши цифры. Вы чувствуете, что те данные, которые вы им предоставляете, каким-то образом влияют на политику в области экономики нашей страны? Ну, я это сразу почувствовал, когда несколько человек, мне в ту среду было большое выступление президента на тему роста цен сахара, масла и хлеба. Ну, наверное, вот прям через несколько минут после начала этого выступления мне написало несколько человек, попросило срочно прислать, какие цифры есть, чтобы понимать, что происходит в стране. Мы, конечно, идем навстречу и помогаем, но хотим, чтобы это было все-таки вин-вин истории, на этом компания зарабатывала деньги, сделали продукт. Понятно, идут разговоры, что вся бигдата, которая есть, она хранится как раз в ФНС, и сейчас большие планы у Росстата пользоваться этими данными, но я считаю, лучше, чем коммерческая компания, никто не сможет это обрабатывать и делать. Вы сказали, компания должна зарабатывать деньги, у меня этот вопрос был отложен на попозже, но уж очень к слову приходится, если верить Роспрофайлу, Эватор как раз теряет последние годы деньги, вы вообще планируете выход на прибыльность, если да, то когда? Проблемы сделать компанию прибыльной нет от слова вообще, потому что мы прошли достаточно стрессовый этот год, вы там как раз говорили, что всякие планирования, планы с точками, что было, ведь рынок же всегда мы куда тратим основные деньги, мы вкладываем в развитие продукты, в конкуренцию с конкурентами на рынке, из-за которых у тебя сильно падает маржа, и из-за этих конкурентов ты также вкладываешь гораздо больше денег в маркетинг, что показала пандемия и первая волна, да, мы, я скажу примерно в цифрах, что мы наверное годовой бюджет сократили процентов по костам процентов на 45 относительно первой версии бюджета, который был на этот год, достаточно было как бы, да, было сложно, было понятно, но я уже проходил такие истории с кризисами там в 2008 году и четко как бы было понятно, надо морозиться, надо сократить все косты, посмотреть, что будет происходить, нужно накопить подушку, и после этого уже с другой соответственно базы делать более резкий старт. Нам, если у нас первоначальные планы были по росту САСа, по выручке год-году мы должны были сделать 19-20 X3, то планы мы тогда поменяли на X2, сейчас мы в принципе выполняем наши планы X3, и мы дальше такой же рост продолжим. Поэтому, изменив расходы в этом году на часть персонала, на офисные помещения, на инвестиции в маркетинг, на инвестиции в продукты, мы сразу же показали очень хорошие результаты, но при этом со второй половины года мы вернули историю в то, что нужно инвестировать в продукты, и мы прекрасно понимаем, что нет никакого смысла сейчас становиться прибыльным, потому что тебе, ну слушайте, в IT все просто, у тебя больше половины костов, это разработчики, тебе нужно создавать продукты, эти продукты у тебя приносят не сразу, потому что у тебя есть время на, понятно, тестирование, на разработку, на запуск продукта, на его продвижение, на вывод на рынок, но у нас есть колоссальный ресурс, да, у нас есть в фундаменте самое важное это клиенты у компании, у нас есть два продукта, это латорка как эксистема со смарт-терминалами, где у нас 700 тысяч касс, это примерно в среднем 1,2 на предпринимателя почти 600 тысяч предпринимателей, каждый четвертый в стране предприниматель, между прочим, пользуется нашими устройствами, сейчас от точки до точки в среднем в городах с населением 10 тысяч плюс 70 метров, да, кто пользуется нашими клиентами, продуктами, второе, у нас есть лидер кассового рынка, оператор фискальных данных платформы ОФД, 22 компании с разрешением ФНС, у нас доля около 30% рынка и почти миллион точек из трех с копейками миллионов касс в нашей стране работают с нами и это колоссальная как бы ценность для компании клиенты и данные, да, естественно, кто владеет миром в будущем, да, тот, кто владеет этими данными, поэтому мы будем это монетизировать и в будущем, конечно, будем зарабатывать деньги, но всегда большая дилемма для акционеров, да, если компания начинает зарабатывать деньги, нужно ли там распределять дивиденды или вкладывать в будущее развитие, вот пока что нам не так много лет, да, по сути, там, запуск был в шестнадцатом году летом, но основные там четыре года это как раз был с семнадцатой, двадцатой, пока что мы будем дальше продолжать инвестировать. Давай откатимся к счастливым воспоминаниям детства, ты очень много раз рассказывал, все тебя спрашивали про, значит, детство мажора, наверное, советского, правильно? Кстати, я думаю, что не все это слово сейчас знают, из тех, кто нас смотрит, это такое слово из Советского Союза. Андрей, вы были мажором? Я, наверное, сейчас больше узнал слово про мажоров последние лет 10-15, чем тогда. Тогда же не было таких. Я просто был, были такие слова, да, именно оттуда и пришлось. Мне кажется, это те, кто в красном пиджаках ходил, тогда это может быть. Это же постфактум, мы же про 80-е, а в красных уже это 90-е. Это ты уже вернулся. Это надо моих друзей спрашивать из детства, но мне кажется, я точно никогда таким не был, что у меня было стремление, самое главное, это научиться зарабатывать деньги самому и не просить у родителей деньги. Я родился в Будапеште, достаточно большое количество первых лет своей жизни провел там, потом мы вернулись в Россию, я учился в России в школе и институт заканчивал и всегда хотелось что-то сделать самому, ну, наверное, первые, лет в 13, наверное, я думаю, мы точно с ребятами на улице в Зорге, дома, не помню, там была заправка, наверное, она сейчас и до сих пор существует. Хорошая улица, это одобряем. В конце перед мостом Алабяна заправка, мы точно по вечерам ходили мыли фары, стекла и заправляли бензином и получали какую-то денежку и, может быть, я тебя не отгонял тогда, ненавидел, когда мне навязывают услугу. Для какого года рождения? Для какого года рождения? 70-го. А, понятно. А родители были в курсе, кстати говоря, вот этой экономической активности? Я думаю, знаешь, я вот сейчас вспоминаю, что какое-то время, наверное, нет, но потом, когда часто очень пахло бензином, наверное, поняли, что вот я где пропадаю по вечерам. Андрей, а все-таки к Будапешту. Вот скажи мне, ты же, наверное, учился там либо при посольстве, либо еще что-то, какие-то русские друзья. Ты все-таки по советским правилам мажор. Друзья, они где сейчас? Они реально работают в банках, в правительстве? Я не знаю, живут в Майами? Или это просто обычные люди, кто где? Живут в Майами? очень мало с детства друзей, которые попали работать в правительство. Нет, мало. Мало. Несколько, несколько человек, ребята с района, со школы работают на достаточно хороших постах. Несколько человек со школы стали топовыми вице-президентами мировых уже компаний. И не только работают в России. Доказательства существуют? Что были мажоры? Ну да, и остались. Пожалуйста, что было за школа? Давайте сделаем ей рекламу, пускай все знают. Обычная школа рядом с хладокомбинатом на Хорошевском шоссе 148-я. Директор у нас была Елесина, Екатерина Санна. Обычная школа сейчас не кроме. Не французская, случайно? Не, обычная школа. И вообще райончик, особенно зоргий, промышленный. Был сильно тревожный райончик в те годы. Это сейчас, может быть, это уже центр считается. Центр, но при этом не самый красивый. Ходынка, это да. А вот то, о чем ты говоришь, это, в общем, довольно странное место. И удивительно. Все вокруг пилоты. Огромная территория сухого, с другой стороны, еще что-то. А Романенко не пошел ни в МАИ, ни в МАДИ. А он считает, что напротив. Слушай, ну, было, наверное, интересно в МАДИ попасть, да, и какой-нибудь электроавтомобиль придумать, или электроавтобус. ну, вот, тогда уже настолько затянула история с бизнесом, что хотелось уже зарабатывать, и я что в школе с ребятами, у нас было несколько бизнесов, и мы хорошие по тем временам деньги зарабатывали, что в университете. Ну, я правильно понимаю, что, в общем, вы как Билл Гейтс, как Стив Джобс, как Цукерберг, и отчасти решили, что, в общем, высшее образование предпринимателю не очень необходимо, и, ну, по сути, это была фикция. Нет, образование, конечно, важно, но при этом, если вы вспомните, какие тогда были времена, я не забываю, что мы с вами все-таки мальчики и мужчины, да, в те годы, когда все-таки хочется для девочек сводить за собственные деньги и не просить у родителей. Конечно, тут достаточно тяжело найти баланс между работой и учебой, но если вы вспомните наших с вами родителей, которые тоже всегда учились и работали, и не на одной работе, работали в те советские года, чтобы обеспечивать семьи. Поэтому, конечно, было тяжело и непросто соблюдать баланс желания учиться и желания зарабатывать, но я при этом нормально, прекрасно закончил институт и жалею о том, что я не пошел дальше хотя бы на год-два, что у меня тогда не было времени съесть куда-то поучиться на Западе. Вот об этом я точно жалею. Что был за бизнес, который отнимал основное время тогда, о котором вы сейчас говорите? Ой, слушай, в школе мы недавно снесли царицынский рынок радиоэлектронный. Мы тогда продавали игры на компакт-дисках, потом на дискетах, потом на компакт-дисках в Царицыно и в Митинах. И плюс еще в военторгах. Ну, в достаточно большом объеме продавали. Вот это вот прямо угарная история. Года три назад ты ее первый раз рассказал. И повторяется она. И там была такая история. Я пришел, увидел пятидюймовые дискеты в военторге. Я так понимаю, ты где-то живешь на севере, если так хорошо знаешь, в Зорге. И я учился в МАИ, я всю жизнь там живу. Я живу на Хадынке. В общем, дело не в этом. Это была история. Я пришел на Октябрьское поле, был, я помню, сейчас он есть, магазин военторг. Вот в этом полукруглом здании там лежали пятидюймовые дискеты и на бумажке написано Дум-2. Я продавцу говорю, слушай, ну как-то там, а что вы там в пластик не упакуете? Красиво картиночку какую-нибудь сделать, ценник красиво написать. Он говорит, слушай, мальчик, ну бедя отсюда, ну либо принеси, что хочешь продавать, будем продавать. А тогда же все же было просто, да, в девяностые. Было бы, было бы что продать, только, только приносите и в путь. Я думаю, о, классно, поехал, купил тысячу дискет, уже оттуда уже три с половиной дюйма были. И мне как раз папа тогда, это был девяносто, мне кажется, второй или третий год, папа как раз подарил первый, это не первый, второй компьютер был, второй компьютер был компакт, тогда было два вида компьютеров настольных, либо Хьюлит Паккарт, либо компакт, и стоил он в те года, по-моему, шесть тысяч долларов. Плюс к нему лазерный, квартиру в Москве, в общем, на самом деле. Лазерный принтер Хьюлит Пакарт 4, и стоил он тысячи четыре, вот это весь комплекс стоил по десять тысяч, там был как раз дисковод на три с половиной дюйма, я купил упаковку тысячу дискет, ночью сидел, короче записывал, купил вакууматор, на принтере напечатал на черно-белом картиночке, и дня через два приношу в магазин там комплектов, наверное, двести, я говорю, слушайте, вот возьмите на реализацию, через пару дней позвонил, а, пейджер тогда был, на пейджер отправил сообщение, товарищ из магазина, говорит, все продал, приходите забирать деньги, приносите еще, вот тут-то и пошло. Да, а вот расскажи, как пошло, потому что, если ты говоришь, это 92-93 год, где-то нужно было найти этот дом, потому что интернет никакого не существует, я просто грешу. Я тогда был большим специалистом в Фидо и БиБиЭсках, у меня были растяжки по соседним всем домам к таксофонам, да ты чего, чтобы поднимать дайлапчики на зукселе, подожди, все было сделано культурно тогда, ты трубочку снимаешь, и тогда с таксофона позвонить можно, а если он свободную работу, время простаивал, мы как раз задействовали ресурсы для того, чтобы развивать российский интернет, само собой, вообще сети, а не только домашнюю линию. Так откуда ты через, прости, таксофон и качал-то дум? Во-первых, дум это 92-й, я даже не помню, 94-й год? 94-й. 94-й, наверное. 94-й, наверное. Наверняка защищен был. Я просто помню, я грешен при пиратском бизнесе немножечко в конце 90-х ошивался, которым заправляли мои друзья майовские. Я помню, что это довольно сложная история. Выделенный очень дорогой канал, договоренности с американцами, чтобы они покупали диски, быстренько заливали на FTP, потом это льется по первым долго, потом люди вскрывают. Ты что-нибудь первого интернет-провайдера помнишь, который появился? А как же? Двух. Сити-линк и Россия онлайн. Там и демо с Realcom, там, дело не в этом. Вот это, я уж не надеялся, что что-нибудь удастся извлечь новое, но когда я спросил у него, откуда игрушки, потому что я сам при пиратах работал, я помню, что это не так просто, взял откуда-то, куда-то записал, где ты, откуда ты взял еще интернет, а нет. Это все сложная история, выяснилось, что он фидошник, что как это называлось, какие-то слова специальные есть, типа фрикера, да, что люди взламывали или использовали эти самые таксофоны, какая-то история отдельная. А вот еще обратим внимание на начало бизнеса, хорошая была идея прийти и начать стиражировать дискеты с условно-легальными игрушками и печатать на них этикетки, но она сработала, потому что у молодого человека дома стоял компьютер с принтером за 6 тысяч долларов, то есть, это примерно цена московской квартиры, но, конечно, я думаю, что он был не единственный молодой человек в Москве, у которого была такая штука, но, наверное, единственный, кто стал использовать ее для стиражирования дискет. Во-первых, даже в то время квартиры в Москве стоили дороже. Давайте так. Во-вторых, да, у него очень дорогой компьютер, но неужели ты думаешь, что на этом дорогом компьютере он сам вручную 200 комплектов дума отписал. Нет, это какая-то история, так скажем, фасада. Это отдельный другой Романенко, родом из Фидо, который знает, откуда взять пиратские игрушки и кто их размножит. А теперь он знает, как ими торговать. Ну, это прям вообще отдельная история. Андрей, скажи мне, пожалуйста, ты вроде бы не нуждался, почему ты все время шел и человек, у которого есть деньги, который может себе позволить менять кроссовки и машины. Почему он все время идет? У вас нормально в этот момент просто семья была обеспечена? Слушай, семья была достаточно хорошо обеспечена, никаких проблем с этим не было, но я точно хотел доказать своим родителям, что они не зря в меня вложили огромнейшее количество лет своей жизни и доказать, что это было что годы были прожиты не зря и сейчас они, я думаю, сильно гордятся этим, что делают это все правильно. Ваши родители, насколько я знаю вашу историю, примерно в это время Романинка-старший с партнерами организует российский офис БИБДО и это в общем бизнес совершенно другого масштаба, другого уровня, операции идут совершенно иные и не было здесь какого-то разорыва. Диссонанса? Да. Да нет, слушай, но папа, да, папа в 89-м году, после как раз командировок из Будапешта, ему предложили вместе с американцами создать в России в 89-м году первое маркетинговое агентство БИБДО-маркетинг. Первый офис у них был в павильоне, не помню, как он называется, на ВДНХ. ну тогда первый ролик был по телевизору с девушкой, адаптированной рекламой, девушка с коробкой большой в ригле спермент, желтая жвачка, бежит по пляжу, похожий на спасателей Малибу, вот они его адаптировали, по телевизору показывали. Тогда это как раз, это считается как раз год основания маркетинга в России в те годы. Да не было, слушай, никакого диссонанса. Даш, я даже несколько месяцев и в агентстве поработал, и в экспоцентре поработал, я смотрел, как это все работает, как это все устроено. Летом точно, вот два года, я на всякие практики обязательно ходил, в трудовой книжке, даже, мне кажется, до сих пор какие-то записи с тех времен сохранились. Но мне хотелось уж и мне хотелось делать все самому, но у меня есть еще сестра старшая на 5 лет родная Наташа, она пошла вот она пошла по стопам как раз отца. Она насмотрелась на все это и поняла, что хочет быть как раз его продолжением с точки зрения бизнеса и за последние лет 20, мне кажется, она сейчас уже в пятом или в шестом агентстве генеральный директор. А вы пошли таким своим путем на отрицание. А я пошел, путем, путем предпринимателя, что я все-таки она девочка, а я сын, я должен по другому пути пойти. И тут я задал хороший вопрос, что реально все было случайно. То есть, наверное, из-за моей открытости с людьми, что там всегда удавалось выстраивать отношения, договариваться, были хорошие скиллы в продажах, в Киеве проходила огромнейшую трансформацию с точки зрения продуктов. Начиналось как бы это все с 99-го года с карточкой экспресса платы, потом пришла идея убить историю с карточками, поставить какую-то машинку на точке, которая будет пополнять телефон, потом придумали в 2005 году терминал самообслуживания, потом в 2009 придумали, даже было такое название, мобильный кошелек, домен был мобв, мобдабл. Был, сейчас это как раз называется киви валет, мобильный банк, и история понятна, что компания из B2B, она была как бы, она всегда была B2B2C, потому что какая-нибудь ты карточку дистрибутируешь для кого? Для конечных клиентов, соответственно, первая часть бизнеса у тебя B2B, потом C, соответственно, как раз за счет этого C было очень правильное решение принято в 2008 году, когда объединение произошло SMP и E-Port создать розничный бренд, как раз когда бренд киви появился, что нужно создавать все-таки бренд, который потребитель будет знать, и наша главная цель, мы будем выигрывать над конкурентами только в одном случае, когда в торговом центре стоит, вспомните, была же дикая конкуренция, было в ряд до 10 терминалов стояло, из них могло быть 4 киви и еще 6 кого-то. Вот наша задача, мы работали на тему вкладывающегося маркетинга, чтобы очередь стояла к нашим четверым. За счет правильного интерфейса, за счет внешнего маркетинга, который мы делаем, за счет контента, за счет комиссии, ну, много фактов, которые мы делали, нам получилась, главная цель была сделать, чтобы оборот на одном терминале для наших партнеров, B2B-шников, был гораздо больше, чтобы им было выгоднее ставить как раз наш софт, а не чей-то чужой. Мы так снова постепенно, хронологическим путем дошли до Эватора. В ваших интервью я читал, что ключевым для остановления компании была ваша личная встреча с Германом Грефом, на котором вы эту идею ему продали. Это так? Да, у меня есть давние отношения со многими топ-менеджерами в Сбербанке, и я тогда пришел с предложением, я понимал, что при создании компании точно нужен операционный банк, потому что это все превратится в историю с эквайлингом, с расчетно-кассовым обслуживанием, и пришел к Сбербанку с предложением о том, что давайте вместе вот скоро начнется такая история как 54 ФЗ, как реформа онлайн-рынка, и команда Сбербанка сказала, надо тогда идти с Германом Оскаричем и об этом как бы договариваться, потому что у нас в предыдущую нашу долгую платежную жизнь была большая достаточно конкуренция тогда со Сбербанком, ну, слушайте, это же не более того, как конкуренция, я как раз к тому времени уже из Киеви вышел, и ему понравилась эта идея, и я взял на себя коммит, потому что я буду заниматься этим бизнесом. Как люди попадают на прием Грефа? Есть какая-то формальная процедура? Как это случилось в вашем случае? Слушай, ну, сейчас, наверное, обязательно надо тесты на ковид сдавать, да? Ну, это начало, да? А дальше? Да, за несколько дней и на входе, а тогда, да нет, слушай, все просто, кнопку влезь, нажал, приехал на какой-то... Нет, ну, вы как-то созванивались с ним, или вас общие знакомые организовывали, были посредники? Каким образом? Я уже знал много достаточно топ-менеджеров Сбербанка, которые быстро... И вас представили? Оперативно... Да мы были заочно знакомые и быстро поговорили и обо всем договорились. Вы готовились специально именно к этой встрече? Как-то вот... Воспринимали ее как ключевое событие? Да нет, а что готовиться? Слушайте, ну, да, да, нет, нет, как бы... Мы же хотим бизнес вместе делать и деньги вкладывать. Я же не за деньгами. В общем, у нас конструкция достаточно простая, да, мы вместе инвесторы, да, и мы прората вместе вкладываемся в проект. Поэтому, слушайте, я пришел, говорю, давайте вместе сделаем. Я говорю, вы нам нужны, потому что у вас банк, потому что вы бренд, вы канал дистрибуции, вы джар, я прекрасно понимаю, что за счет чего можно будет вместе заработать. Я готов сделать всю остальную историю. У меня большие скиллы в железе, большие скиллы в софте, как собрать команду и как это все построить. Сделать лидер рынка. Этот разговор идет на пальцах или вы какую-то показывали презентацию, это было более формально? Слушай, да нет, ну, конечно, какие-то презентации точно были, но это не тонны макулатуры, которые ты неделями, месяцами готовишь. Все достаточно быстро, оперативно. Слушай, ведь любой же бизнес на старте, это две вещи. Это чуйка и это вообще понимание масштаба рынка. Можно ли на этом рынке построить что-то большое? Вот. Нам тогда, конечно, до конца не представлялось, возможно, посчитать рынок, но мы точно понимали, что от 2,5 миллионов до 3,5 миллионов касс в нашей стране в ближайшие несколько лет будут проапгрейзены до онлайна, и это больше 2 миллионов предпринимателей, с которыми точно можно будет по тысяче, две, три или пять тысяч рублей в месяц или год зарабатывать вместе, делать им продукты. Вот это мы точно понимали. Вот это решение, да, да, нет, нет, оно было принято прямо в ходе встречи. Вообще, каким образом этого уровня решения принимаются например, мне кажется, наверное, после встречи какое-то время прошло, недолго, и было решение, что все, да, делаем. Мне кажется, это был в феврале-марте 2016 года, а в июне мы уже объявили на пресс-конференции, что мы создали компанию, начинаем активно продвигаться, и через пару дней был принят закон. Андрей, у меня следующий вопрос. Он не относится прямо к вашему бизнесу, специфическому, но вы чуть-чуть Сбербанк, Романенко, чуть-чуть Сбербанк, 1С Битрикс, а Романенко Сбербанк, в данном случае, и Ватор Сбербанк. 1С Битрикс, Аватор Сбербанк. Ну, что-то в этом роде. Я точно не знаю, но смысл не в этом. Смысл в том, что на наших глазах Сбербанк, есть такой термин, переобувается, он переодевается. Последние презентации, это вообще, ты же смотрел, обе, или там, три весенние, летние, весенние презентации. Вот Герман Оскарович, который пританцовывает в виртуальном росте. А ты про «Черного лебедя» смотрел? А? Про «Черного лебедя» смотрел? Я чуть не умер в этот момент. Чуть не умер, реально. Все смотрел. Все смотрел. И скажи мне, пожалуйста, это же твои партнеры, ты как, ты, мне при встрече можешь сказать, Герман Оскарович, пожалуйста, не снимайте «Лебедей» больше. Ну, или что, снимайте, я не знаю, «Москва слезам не верит», или «Иван Васильевич меняет», у тебя нет ощущения безумия там внутри по контакту Сбербанковскому этого не чувствуется, вот эта вот новая визуальная политика? Визуальная политика? Ну, я не знаю. Или информационная. Или еще как-то. Слушай, ну, вот ты хорошо сказал, на моих глазах за последние пять лет, ну, вот я вспоминаю, что было пять лет назад и сейчас. Какой был тогда, тогда был Сбербанк, а сейчас это просто Сбер. Да. Ну, ты заметил это, да? Ну, конечно, я это заметил и посылу, и подачу, и все как это. И в чем это? Внутри как-то ощущается? Слушай, ну, во-первых, слушай, во-первых, вовне ощущается очень просто, да, посмотри статистику последней недели, многие аналитики выпустили оценку экосистемы Сбербанка, к чему добавили в капитализацию, и Сбербанк на днях вернулся к историческому минимуму на максимальную свою цену, которая последний раз назад была, по-моему, там, пару лет назад. И это как раз все после дня инвестора с презентацией стратегии на 2021-2024 год, куда будет развиваться, уже не банк, а будет развиваться Сбербанка. С точки зрения компании экосистемы сегодня 50+, по-моему, компаний, не могу говорить, не помню точно, много компаний, которые между собой активно все сотрудничают, строят партнерство и развиваются. Ну, то есть, это работает, это еще понятно, что инвесторов сработало, может быть, им яркие краски нужны, но смысл-то в том, что они вкладывают огромное количество денег и усилий, это дает результаты, ну вот, слушай, ну, если бы это не работало, я бы, наверное, здесь бы не сидел сегодня на этом месте и уже занимался бы чем-то другим. Не знаю. Поэтому, да, работает, приносит свои лавры, у Сбера колоссальнейшая синергия с компаниями и самое главное, у них есть две вещи, которые всем нужны в B2B и B2C, это клиентские базы, да, в B2C это самый большой банк, самый большой клиентской базы, там, я не помню, сколько там, 70 миллионов, пользователей, и в B2B, там, больше двух миллионов клиентов. Естественно, ты когда делаешь совместные продукты, ну, вот мы четыре года назад начинали активно через больше, через больше, чем 3,5 тысячи продавцов в Сбербанке продавать смарт-терминалы. Но тогда, казалось, когда мы приходили, мы были первые из компаний, мы приходили к этим людям, которые продавали всю жизнь банковские продукты, а тут надо было из коробки продать какой-то терминал. еще его и настроить для ФНС, и ОФД приписать, и КЭП подключить, еще все это можно легко, удаленно сделать, и тебе мастер приедет, и на точку это все установит. Ну, вот. Ну, скажи мне, внешние изменения, это обязательная часть этого? Потому что, слушай, у Сбербанка и раньше было многое. Самое важное, чтобы процессы были параллельные, чтобы было внешние изменения, и при этом внутренние изменения шли гораздо быстрее, чем внешние, потому что ты иначе иногда можешь не успевать за теми обещаниями, которые ты в рынок делаешь. Поэтому, ну, я считаю, они колоссально делают революцию на этом рынке. Вот. И я верю, что все получится. К сожалению, да, что наш рынок не такой большой глобально, да, в мировом масштабе. Мы там 3% мирового ВВП занимаем, и на нашем рынке всего лишь стратегов, которые имеют деньги, строят экосистему, с которой можно партнериться, их всего лишь там немного, да, ну, там, Сбербанк, Яндекс, Мэйл, ну, можно там еще там 2-3-4 компании взять, которые в основном как раз и вкладывают, и строят все, что связано с интернетом. Потому что это первое, что мало стратегов. Второе, что, так как небольшой рынок, у нас единицы миллиардных компаний образовались за последние 10, 15 или 20 лет в сегменте финтех, интернета, ну, там, давай возьмем, там, последние 10 лет, на Насдаке торгуются 6 или 7 российских компаний, там, по-моему, 4 или 5-й была Киви, после этого, только спустя, там, 7 лет, Хэдхантер, ой, Хэдхантер, год назад, спустя 6 лет, Хэдхантер, сейчас Озон, да, вот. Очень круто, причем вышел. Озон, вообще снимаю шляпу, просто, ну, молодцы, там, да, там, 7-8 миллиардов, сделать IPO за несколько месяцев, это колоссальнейший труд команды, я вообще не понимаю, как это получилось, и то, что они стоят, там, 7 миллиардов, если посмотреть на другой рынок, то есть рынок E-com оценен, российский, там, я думаю, там, миллиардов 70-100 в целом, ну, конечно, огромнейший, огромнейший потенциал, и я верю, что будет, как бы, капитализация подниматься, но, миллиардов компаний не так много. Это правда, и причем, Озон-то, она извечная, 98-й, что ли, какой-то, там, у нее год основания, еще, у вашего ОСМП не было, или как они там? Да, все начиналось с книжек, но, смотри, как минимум, чтобы компании выйти на хороший должный уровень, должно пройти 7-10 лет, редко единороги получаются быстрее. Андрей, ты назвал стратегов, еще что-то? Я не знаю только о твоих контактах с Яндексом, а с Бери мы говорили, расскажи нам про мейл, потому что во многих интервью ты называл, так скажем, человеком, который для тебя является образом предпринимателя, Юлия Бенционовича Мильнера. Расскажи, как Романенко встретился с Мильнером, встретился с мейлом, потому что киви, как бы, в головах у людей нет прямой связи, мейл-киви. И, я не знаю, у Эватора тоже с мейлом, наверное, ничего там особо прямого не связано. Расскажи, как ты попал вот в эту воду? Сейчас я тебе скажу. Потому что Мильнер это один из самых оборотистых людей, который, в принципе, создал половину, наверное, Рунета, мне кажется. Да, я считаю, что если вот там от ЯК А идти, есть три топовых личности на российском рынке интернета с точки зрения инвестиций. Номер один это, конечно, Юрий Борисович Мильнер, я его очень ценю, нашу дружбу с ним, очень его уважаю за много вещей. На второе место я поставил бы, наверное, Леонид Богославского, на третье место Сашу Галецкого. Юра Мильнер с российского рынка как бы давно ушел, соответственно, сейчас там как раз на первое место пришел Леонид Богославский. С Юрием Борисовичем была, интересная история была, когда я занялся дистрибуцией скретч-карт в 99-м году, я тогда познакомился, наверное, в 2000-м с Борисом Кимом, который основал тогда компанию Автокарт Холдинг. Они делали универсальную скретч-карту для оплаты за все, что только можно. Кроме секс-шопов, наверное. А может быть, не знаю. Можно было и в интернете за что-то платить. И мы тогда активно сотрудничали, карточки покупали, они тоже продавали всякие карточки. Я покупал у них, они у меня что-то. И секретным образом, наверное, где-то в 2000, в конце 2005-м или в начале 2006-м вдруг Юра Миллер покупает компанию E-Port как процессинговую компанию для гарантии всех платежей в МЭЛе. И это, оказывается, E-Port. Он тогда, E-Port, было тогда три компании УСМП, E-Port и Кимберплат. Три компании процентов 80-го, когда держали 90-е. Мы были на третьем месте, Кимберплат на первом, E-Port на втором. И как-то случайно, кажется, в декабре 2006-го года я пересекаюсь, кто-то меня, кто-то, кто-то захотел меня с ним познакомить. Представить Мельного. Да. И мы встретились в пентхаусе на Курской. Башня была наверху в стекляшке с Юрой. Встреча длилась, наверное, запланирована была полчаса, длилась она часа два. Я открыл компьютер, показал графики, как очень смелые молодые парни за последние 9 месяцев растут, изменили тренд на этом рынке, и он понял, что он купил не ту компанию. И говорит, а вы сборите на знакомые, я говорю, знакомые, когда у меня там 75 процентов. Я говорю, прекрасно. Это сейчас, как бы, быстро слухи, да, распространяются, кто что купил, кто сколько заплатил, а тогда все между собой чеки были такие. Я даже не знаю, почему сделка тогда была, и он говорит, слушай, давай объединимся. Я говорю, а давай. И, ну, наверное, числа 25 декабря в бильярдно на Савеловском вокзале мы подписали термшит на нескольких страничках. А кто бильярдно? Да нет, это просто удобная поверхность была большая, где можно было кучу листов разложить. Мы корпоратив отмечали, разложили нас физиков, было много акционеров, фаундеров, надо было всем подписи подставить. И летом 2007 года образовалась компания OE Investment, как холдинговая, это ОСМП, E-Port, где Юра Миллер получил 25 процентов против своих 75, Борис Ким получил с партнерами, их было четверо, 10 процентов, и мы с партнерами получили, соответственно, 65 процентов. И вот с того момента пошло новое эхо в развитии компании. Через год появился как раз бренд Киви. Я скажу так, что когда-нибудь если книжку соберусь писать, Киви – это хороший российский пример строительства единорога за 10 лет, который за 10 лет с точки зрения любой бизнес-школы прошел, ну вот все, что в книжках, в учебниках все пишут, слияние поглощения, объединение, покупка конкурентов, создание бренда, ребрендинги, ну вот, короче, все, что, все, чему учат, мы все, всему сами про что-нибудь, про что-нибудь другое. Мы же сейчас беседуем не только с предпринимателем, но и с инвестором Романенко. Как инвестор Романенко принимает решение? Вот, звучало слово «чуйка». Все-таки смотрится больше на цифры, на человека, или это какая-то интуиция? Слушай, две вещи основных, ну, интуиция, во-первых, две вещи, как бы, это фаундер и рынок. Рынок, продукт, это все, все в одном комплексе. Я думаю, что эти там две вещи, 50 на 50, 70 на 30, в зависимости от ситуации. Конечно, в большинстве случаев «чуйка по людям» у меня есть там хороший друг детства, Сергей, у нас с ним есть правило 10 секунд. Вот там, за 10 секунд мы, в принципе, можем определить наш человек. Надо говорить, не надо говорить. Как? Что же? Не знаю, где-то на подсознательном уровне. Уже знаешь, нет свода правил. Ну, слушай, ну, есть, наверное, некий, знаешь, свод правил, но все это тоже под психотип должно подходить. Понимаешь, там, вот нравятся тебе люди там с пиджаками с платочком или нет? Или вот с сережкой ухи, как у тебя? Ну, миллион факторов, понимаешь? Вот ты с сережкой это там суперчеловек, а потом кто-то в другом твоем месте может быть и правило 10 секунд бы и не сработало. Ну, много очень на подсознательном уровне. Вот это очень поучительное, очень поучительное место. 10 секунд. Они честно сказали, что он и его партнер 10 секунд, в чине которых реально принимается решение, то есть все эти курсы презентации, все эти красивые графики, все это псу под хвост, все это никому не надо. Самое главное, что рассказать не может. Я уже не первый раз слышу про эти 10 секунд, мне хотелось понять, что. А это просто 10 секунд. смотришь? Ты знаешь, или нравится. А есть и положительный момент в этом деле, но значит, не нужно париться, не нужно переживать, не нужно готовиться. Ты уже либо да, либо нет. Это в тебе либо есть, либо в тебе этого нет. Ну и все, иди и получай свои 10 секунд и обращайся к инвестору. Не, я думаю, что это неправда. Делай, что должен, то есть парься, готовься. И будь, что будет. А презентация в лифте это легенда? Или действительно бывают люди, которые пытаются в лифте взять инвестора за пуговицу и что-то рассказать? И если да, то есть ли в этом шанс? Знаешь, нет, презентации в лифте, презентации после выступлений очень много. Даже порой, то есть, я всегда точно минут, много всяких выступлений до пандемии был, я всегда точно после выступления минут 30 планирую остаться, поговорить с людьми, которые подойдут. Ну, часто есть достаточно хорошая идея, но ошибка многих предпринимателей, что они совершенно не понимают масштаб рынка и что можно на этом рынке будет с точки зрения денег получить и сделать. И хватит ли вообще денег, которые ты хочешь привлечь, чтобы построить что-то большое. Недооценивают или переоценивают? А и так, и так. И недооценивают, и не переоценивают, потому что достаточно сложно этому научиться понять, откуда считать. Я обычно всегда гипотезы использую для просчетов рынка с разной стороны, чтобы с разных сторон приходишь, чтобы хотя бы плюс-минус 20-30-40 процентов у тебя цифры хотя бы не отличались. Тогда четко можно понимать, что рынок есть, а дальше ты начинаешь вниз считать, сколько будет стоит привлечение клиентов, какая команда тебе нужна, средняя зарплата на нашем рынке, она тоже понятна. И строишь модельку хотя бы на три года надо понимать перспективу, получится денег заработать или нет. Ну, в общем, есть смысл пытаться общаться с большим инвестором, используя вот эти 20 минут после какой-то большой презентации есть шанс. Знаешь, рынок уже и здесь тоже поменялся. Намного, ну, то есть уж, многие, особенно в инвесторском плане, у них огромнейшая открытость, да, и представленность в интернете. Поэтому, конечно, все понимают, что, чтобы найти такого, как Цукерберг или Элон Маска, нужно через сито пропустить не одну тысячу проектов и с людьми нужно все-таки общаться, поэтому, то, что при наличии сейчас социальных сетей и мессенджеров и всего остального, но вот мой телефон в Телеграме мне пишут очень много людей, я не понимаю, где они даже до сих пор, где они его находят и пишут именно туда, да, хотя я при этом там, я лучше всего люблю на Фейсбуке отвечать, чем в Инстаграме, потому что там спамы, спама слишком много в этом директе, но мне пишут, проблемы нету никакой, там, порой до 10 человек в день. Может быть, а скажи мне, пожалуйста, друзья какие-то или очень хорошие знакомые, кроме Миллера, Гришину ты в гости заходишь или к Ноготкову, там, я не знаю, кто вот твои контакты? Я Максим, ой, слушай, у меня очень много ребят, вся русская диаспора, которая туда уехала, ну, я со многими всеми общаюсь, и Максиму Ноготкову, и Диму Гришину, слушай, с Димой Гришиным начинали, как раз когда Юра Мильнер появился, Дима был SEO Мэйла, естественно, мы много делали продуктов и очень хорошие отношения, да еще там много ребят, слушай, можно в книжке посчитать, кто там живет, ну, там два десятка встреч точно проводим, и обязательно два-три ужина жарю мясо. Мне все равно в Москве жарить мясо или в Силиконовой долине, я приезжаю в гости и жарю мясо. Наша программа, она про первый миллион, поскольку, ну, как-то принято считать вехой для предпринимателя, момент, когда достигнуто определенное материальное благосостояние. Вы сегодня в ходе разговора несколько раз подчеркнули, что для вас не деньги являются мерилом успешности. Есть ли что-то, какой-то факт в вашей карьере предпринимателя, который для вас является, ну, вот таким рубежом, мы сказали, да, я достиг, я состоялся, дальше уже буду развивать. Миллион хороший, круглая цифра. Хорошая, нам тоже всем нравится. Я считаю, что мы в ближайшие несколько лет должны, с точки зрения компании Эватор, наш клиентскую базу довести до миллионного устройства в нашей стране, и я буду счастлив, что у меня команда это получится. Что было с прошлым миллионом, что прошлое вспоминать, надо про будущее разговаривать. Но ты как-то отметил первый-то миллион. Слушай, какие колеса, если ты стритрейсер, что ты золотые колеса. Тогда не было, такого же, значит, отметить первый миллион. Ну, наверное, купи Мерседес. Машину новую покупали. Но мы-то так много, столько гоняли этих машин каждые полгода меняли, покупали, что-то прокачивали. У нас даже была ВАЗ-2108 оранжевого цвета кабриолет с роторным движком. Да ты чё? Двигатель в Самару. Да, мы в Самару поехали, купили ее тысяча восемь долларов, наверное, девять тогда. Она делала сотку за три секунды, что ли. Да ты что? А самая дорогая машина, которая у тебя была, не обязательно ты на ней дрифтовал, или чё ты там. Слушай, я очень консервативен, знаешь, своих... Всегда только авторогене, да? У меня нет таких машин, я консервативен. У меня до этого было 10 лет подряд три Лексуса. Сейчас... Не стритрейсерская машина вообще? Нет, сейчас второй сезон уже по три года БМВ-семерка. Но, правда, я семерку взял, эмочку, что можно было иногда и погонять. Сам? Или все-таки водитель? Сам, конечно. Сам погонять, погонять сам. А ездить с водителем, я считаю, что лучше я это время с пользой приведу для себя и для работы, чем буду за рулем баранку крутить. Каждый должен делать свою функцию. Самая понтовая машина, на которой ты там гонял? Ну, если ты гонщик. Я пять лет назад жене Тесла подарил. Вот это вот самое, вот это самая клевая тачка. Это когда у тебя к планшету приделали колеса. Я думал, что ей не понравится, а ей понравилось, машина стоит в Европе, и она вот прям говорит, когда же мы поедем, покатаемся. Вот ей нравится. Сейчас хочу, хотел поменять на джип, на Тесловский, но что-то руки не нашли с этой пандемией, и ей уже машине пять лет, точно поменяют. Мне очень нравится. Я в России бы ездил бы, но надо, чтобы количество, в принципе, заправки чуть побольше стало. Дмитрий Сергеевич себе в мыле же поставил заправку, и там не только у него была, не только у Гришина. Ну, нет, слушай, проблем нет. У тебя самое главное, чтобы зарядка была дома и в офисе. Все. Если это решает твою повседневную жизнь без проблем. Я просто так, если я езжу на ней, то я точно езжу сам за рулем, а мне хватает батарейки процентов на 60 точно меньше, чем всем остальным. Мне хватает где-то на 150-170 километров. А сколько тебе штрафов хватает? Я здесь никогда не езжу, я езжу в Европе в основном, там штрафов нет. Друзья, это было шоу «Первый миллион» на канале 1С Битрикс для бизнеса. С вами был Денис Самсонов, Павел Кушелев и наш сегодняшний гость, предприниматель, инвестор и в прошлом владелец оранжевой девятки с турбомотором Андрей Романенко. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Спасибо. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»